Всем доброго дня! Хочу представить вам сегодня наши вулоки, то есть наше властное вырабництво. Так как мы являемся виробником EFOR, мы в этом уроке решили расширить наш спектр товаров и начинать вырабатывать вулоки. То есть мы вырабатываем, то есть можно вырабатывать любые вулоки, то есть сейчас есть в наличии, то есть для каких-то замовленных. Это 10-рамповые пальцевые вулки. То есть есть у нас 300-система, то есть за Даневском, где пальцевая получена 7, в основании у нас 40. Здесь есть вставка с неготипом, палец, высота фельса 6 мм. Сюда хорошо лежит гумандистская решетка. Все работает. Вот здесь у нас, как вы видите, есть у нас распространение, которое будет пополам распространено, как наше вулоке, если нужно разделить. Хочу показать нашу крышку. Крышка выполнена тоже с 40-ой толщины. Тут у нас 30 мм. Есть карман, то есть можно положить канди. И еще что-то. Углубление есть для ножек. Вулок на вулок стоит, без саких у нас, ну, стоит все ревно, все четко. Также есть под ревни скосы, чтобы не рвало, не гнуло. Он сам полеоидал. Также можно сделать наше дно. У нас есть два вида дна. Есть такой же напрямую четыре ситки. Дно можно разделять так и даже, в принципе, так. Также можно сделать, чтобы и вулок разделялся на фрис. Ну, это, кому нужно, так и сделано. Также есть у нас дно, которое разделяется только на фрис. То есть этих двух. Розширителей нема. То есть, ну, когда их не на двух, все равно есть трошки, ну, дно трошки играет. То есть мне это не очень понравится. То есть, подобается именно это дно, где есть хорошая рыброжесткость. То есть, ну, дно уже получается крепкий, монолитный. Ну, мне подобается. Так вот сделано два лядка. Маленькая прилеточка есть. Ну, и второе дно у нас сделано для ввешивания пильца сборника, кто занимается пильцом, там без прилетки. То есть, кому нужно именно, чтобы не было прилетки, чтобы поездить пильцозборник, можно замолять на стерно. Также у нас скоро уже в наявности восьмирамковая система, 230-та и шестирамочники. То есть, тут у нас пальцевая система, все на полу корпус. То есть, это у нас тримает на полу рамку. То есть, пожалуйста, все то же самое, то есть только на полу рамочку. Одно одинаковое. Так же у нас есть губы без пальцевой системы. То есть, у нас уже идет толщина стенки 34 мм. Есть углубление подлога 6 мм, тут у нас углубление 9 мм. Там трошки кончаст не тонча, но трошки разно углубление. Есть також розподільник цей. Ну и також есть 145 мм. И есть у нас 300-та без сфальтовой системы. То есть, уже скоро выданная на 230 мм. Так что кому нужно, обратитесь. Можно сделать какую-то плотность, щильность, так сказать. Комусь, может быть, нужно сделать более щильный. То есть, можно даже 120-140 мм. Даже 150 мм. Комусь, может быть, кто-то хочет подешевше. Может быть, замовлено сделать 100-110 мм. То есть, будет дешевше стоить сам корпус. Винненький у нас не такой, как у нас, ну, прощий, так сказать. Так что кому нужно, обратитесь. С meta.